Несмотря на тот факт, что практически каждая церковь на земном шаре проводит какого-то рода программу для детей и молодежи, многие лидеры церквей все еще озабочены тем, что же будет с подрастающим поколением. Исследовательская группа Барна недавно выпустила книгу «Вы меня потеряли». По сути, это полномасштабное исследование, проведенное в США о том, почему молодые люди уходят из церкви. Причиной номер один по данным исследования является то, что церковь слишком оберегает своих детей и молодежь. Им говорят, не делайте этого, вы слишком молодые, вы можете наделать ошибок. Именно поэтому многие уходят из церкви. Я думаю, церкви необходимо знать нужды детей и молодежи. Доктор Бамбан также участвует в растущем евангельском движении, фокусирующемся на так называемом окне 4.14, то есть детях и подростках возрастом от 4 до 14 лет, а также пропагандирующем идею о том, что именно детям отведена значительная роль в преобразовании. Но церковь не принимает эту идею. Время от времени я встречаюсь с лидерами церквей и задаю им вопрос, почему они теряют детей и молодежь? Некоторые пастора говорят, что причина возрастающим влияние развлечений и гаджетов, таких как различные приставки, телефоны, планшеты и тому подобное. Но когда я разговариваю с молодыми людьми и детьми, то выясняется, что они ушли из церкви не потому, что им мало развлечений. Они ушли, потому что не нашли идеалов, с которыми можно себя ассоциировать. Чего-то, за что не жалко умереть. Чего-то, ради чего стоит жить. Церковь реагирует на уход молодежи тем, что добавляет развлечения в служении. Ну, например, добавляют лучшую музыку, больше веселья. Это неплохо, в принципе, но дети уходят по другой причине. Они хотят найти смысл жизни. Окно 414 отвечает на их нужду. Это нужда в их сущности. Создав подростковую молодежь, Бог уже заложил стремление к идеалам в их сердца. Если посмотреть на арабскую весну, на Ближнем Востоке, Индонезию в 98-м, Филиппины в 86-м, да и по всему миру, мы думали, что военные изменят нацию. Но на самом деле это была молодежь. Почему же до нас так долго это доходит? И что мы, как церковь, можем сделать, чтобы дать возможность детям и молодежи служить своими дарами? И как нам оснастить их, чтобы они смогли найти свое место в преобразовании общества? Субтитры создавал DimaTorzok